Всем привет! В современном мире ничего не стоит на месте и программные продукты 1С для автоматизации розничной торговли не исключение. Они тоже развиваются и растут. И особенно в последние года-два в них произошли существенные изменения, которые в совокупности заметно изменили всю архитектуру всей этой системы решений. А как следствие появились и принципиально новые возможности. Ну что же, давайте разберемся со всеми этими изменениями подробнее. С вами канал справочное бюро предпринимателя, а сейчас все расскажем. Еще пару лет назад фирма 1С предлагала своим пользователям на выбор 4 основных программы для розничных магазинов и сетей. Самую простую 1С-кассу, популярную 1С-розницу, программу 1С-управления нашей фирмы для автоматизации всего бизнеса целиком и, конечно, программу 1С-управления торговлей, где есть все возможности для автоматизации и розничной и оптовой торговли. В каждой из этих программ было свое особенное рабочее место кассира, не похожее на другие. Это, конечно, добавляло хлопот при внедрении автоматизации и обучении пользователей. При этом все эти программы предлагалось использовать как единственное решение для автоматизации. То есть пользователю первым делом нужно было выбрать один из четырех вариантов. Ну хоть где-то выбор был. От этого выбора зависело очень много, ведь потом впоследствии изменить товароучетную программу было очень трудоемко. Ну а дальше все как обычно. Подключить, если нужно, дополнительные внешние рабочие места кассиров на базе какого-нибудь стороннего программного обеспечения. И потом настроить выгрузку данных в бухгалтерию, чтобы считать налоги и управлять финансами. Так что же поменялось в этой картинке? Давайте перечислим. Начнем с конца. Осенью 2022 года вышли новые версии программ 1С УНФ 3.0 и 1С Розница 3.0. Теперь они основаны на одном, общем программном коде. А значит настройки и принципы использования у них теперь похожи. Если вы например научились как следует работать в 1С УНФ, то с 1С Розницей у вас проблем не будет вообще. Обе программы выиграли от такого объединения. Ну например у них теперь есть общая единая универсальная система лояльности. Там бонусы всякие для покупателей. А еще в 1С Розница, например, появилась возможность удобной работы с оптовыми продажами. А 1С УНФ в свою очередь от розницы унаследовала весь ее богатый розничный функционал. Но и это еще не все. Теперь если магазин или сеть выросли, или у них появилось собственное производство, или к примеру потребовалась CRM-система, то переход с розницы на УНФ будет уже не таким болезненным и дорогим. Идем дальше. Еще одно существенное изменение это появление во всех программах единого универсального рабочего места кассира 1С РМК. За основу мы взяли интерфейс самого удобного рабочего места кассира из 1С кассы и расширили его функциональность так, чтобы он соответствовал возможностям всех остальных программ. А еще мы проследили за тем, чтобы 1С РМК могло работать даже на слабых процессорах Intel Celeron или даже Intel Atom Z8350. Ведь очень часто у кассиров стоят именно такие слабенькие компьютеры. Плюс очень важно то, что 1С РМК появилось не только внутри самих программ, но и теперь его можно приобрести как дополнительное внешнее рабочее место кассира. Всего за 3000 рублей вам достанется пожизненная лицензия программы с бесплатными обновлениями. Подключить 1С РМК можно и к 1С кассе, и к 1С рознице, и к 1С УНФ, а с декабря 2022 года и к 1С управлению торговлей. До кучи сделали, чтобы вам удобно было. Так что автоматизировать небольшую сеть магазинов теперь можно буквально за копейки. До конца 2023 года ожидается появление универсального рабочего места кассира и внутри 1С управления торговлей, что будет означать окончательное завершение перехода на единое РМК. Но каким бы замечательным не было 1С РМК, для его работы все равно нужен компьютер. Пусть и недорогой, но все равно нужен. А он стоит денег и место занимает. Поэтому в магазинах все чаще используются компактные смарт-терминалы под управлением Android. Выход, конечно, был всегда. Можно было подключить Эватора. Но Эватору нужно было платить за обмен данными с 1С. Причем с начала 2023 года эта плата выросла и составляет больше 6 тысяч рублей за каждый Эватор. Как вы думаете, это что? Это грабеж среди белого дня. Правильно. И тут на помощь пришла бесплатная программа 1С мобильная касса, которую можно использовать на смарт-терминалах МСПОС. Их в России пока не так много, как Эваторов, но тоже достаточно свыше 100 тысяч устройств по всей стране. А по функционалу и надежности они примерно такие же, только стоят чуть-чуть подешевле. По крайней мере, на момент записи этого видеоролика. Программа 1С мобильная касса в последний год тоже очень сильно изменилась. Там появился новый красивый плиточный интерфейс быстрых товаров. А в декабре 2022 года добавилась очень востребованная возможность просмотра остатков по торговой точке. Так что теперь к любой товароучетной программе 1С, к облачной, к локальной и даже к базовой можно подключить современное, удобное и универсальное кассовое решение от 1С на Android. Причем совершенно бесплатно. Никакой абонентской платы нет. Ни за обновление, ни за продажу маркированного товара или какого-нибудь алкоголя. И обмены данными тоже бесплатны и с 1С кассой, с розницей, с УНФ и с 1С управления торговлей. И даже к 1С бухгалтерии можно подключить напрямую. Многие, кстати, так и делают. И все это даром. Исключение, пожалуй, только составляет подключение 1С мобильной кассы к облачной 1С кассе. У 1С кассы самые низкие в 1С тарифы за использование облака. Есть даже бесплатный базовый тариф. Но каждое рабочее место кассира оплачивается отдельно по 200 рублей в месяц. Но это совсем недорого, согласитесь. Так что у вас теперь есть выбор. Хотите рабочее место кассира на компьютере? Ставьте 1С РНК. Хотите на смарт-терминале? Ставьте MS-COS с приложением 1С мобильная касса. Ну а если это не кассир, а курьер, то ему и касса не нужна. Чеки можно печатать или удаленно в магазине, или в облаке. А курьеру на его смартфон совершенно бесплатно ставится все та же 1С мобильная касса. Но и это еще не все. Бывает и так, что в небольшом сетевом магазине есть всего лишь одно единственное рабочее место кассира. На нем и покупатели обслуживают, и накладные оформляют, и маркированные товары принимают через электронный документооборот. Тут 1С РНК для всего этого недостаточно. А полноценную товароучетную систему в этот маленький магазинчик ставить не хочется. Тут и компьютер придется мощный покупать, и пользователей обучать, чтобы они в системе чего лишнего не натворили. Но и тут появилось новое решение. Использование 1С кассы в качестве простой подчиненной товароучетной программы. Или в качестве рабочего места кассира с расширенным функционалом. И действительно, функционал 1С кассы подходит не только для автоматизации малой розничной торговли, но и для работы в паре с более мощной товароучетной системой. При этом, чтобы разные программы не спорили, кто старше, в 1С кассе специально реализован вариант справочного учета остатков. То есть полноценный товарный учет ведется в старшей программе, а 1С касса заглядывает туда и берет данные, и до следующего сеанса связи хранит их у себя, актуализируя на основе своих чеков и других операций. Ну че, получается и волки сытые, и овцы целые. На таком простом и понятном без обучения рабочем месте можно и с документами поработать, или какие-нибудь списания о приходовании оформить. И при этом не бояться, что в старшей товароучетной системе что-то поломается. И вдобавок 1С касса, так же как и 1С РМК, может работать на слабых и дешевых компьютерах. Так что же получилось в итоге? Многочисленные отдельные изменения за последний год-два в итоге сложились в совершенно другую картину. Вместо четырех отдельных программ для автоматизации торговли фирма 1С теперь предлагает своим пользователям и партнерам целый набор. Своеобразный конструктор, элементы которого могут использоваться друг с другом практически произвольно. И это позволяет с минимальными усилиями собрать решения для автоматизации любого розничного магазина, салона услуг или торговой сети. Согласитесь, что это очень серьезный шаг вперед. И конечно мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Следующий этап это унификация системы лояльности, чтобы в любой программе можно было работать с едиными инструментами бонусов и скидок. В 1С розницы, в 1С УНФ и в 1С РМК это уже реализовано. На очереди появление такого же функционала в 1С кассе и в 1С мобильной кассе. Так что следите за нашими новостями. А у нас на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Ну и конечно пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся!